добрый день сегодня мы с вами научимся вязать вот такую интересную но в то же время простую шапочку данный головной убор подойдет на объем головы 42 46 сантиметров и работу мы условно разделим на две части свяжем ровную часть нашей шапочки а затем приступим к выполнению донышко данная шапочка сейчас одета с отворотом но можно носить и слегка и и драпируя сзади вот таким образом для работы нам потребуется моточек пряжи спицы ножницы и иголочка для сборки приступаем к выполнению классическим набором на 2 спицы набираем семьдесят две петли 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и так набираем все семьдесят две петли мы набрали все петли и теперь приступаем к выполнению основного полотна кромочную петли снимаем и провязывать будем следующим образом 1 изнаночная затем 1 лицевая 1 изнаночная 1 лицевая изнаночная лицевая и так до конца ряда мы заканчиваем выполнение ряда провязываем изнаночная лицевая кромочную в конце ряда изнаночной петли работу переворачиваем во втором ряду кромочную снимаем и будем вязать по рисунку то есть над изнаночными петлями изнаночные над лицевыми лицевые и чередуем изнаночные лицевые изнаночные лицевые изнаночные лицевые и так до конца ряда заканчиваем второй ряд изнаночная лицевая кромочная в конце ряда изнаночной петли работу переворачиваем и в третьем ряду вяжем следующим образом кромочную петлю снимаем и теперь над изнаночной петлю выполняем лицевую а над лицевой изнаночную на 3 над изнаночной лицевую и наоборот так снова чередуем до конца ряда заканчиваем третий ряд над лицевой изнаночная над изнаночной лицевая кромочная работу переворачиваем в четвертом ряду по рисунку кромочную снимаем и теперь над лицевой петлю лицевая над изнаночной изнаночной над лицевой лицевая над изнаночной изнаночной и так мы провязываем до конца ряда заканчиваем четвертый ряд над изнаночной изнаночной над лицевой лицевая кромочная изнаночной переворачиваем работу мы с вами выполнили 1 раппорт высоту на узора следующий пятый ряд мы выполняем как первый то есть сейчас мы кромочную снимаем и снова меняем положение наших петель над лицевой изнаночная над изнаночной лицевая над лицевой изнаночная над изнаночная лицевая пятый ряд выполняем как 1 6 как 2 и так далее и таким узором ровным полотном провязываем 13 сантиметров мы продолжили работу ровным полотном на высоту 13 сантиметров от наборного края сейчас полотно расположена изнаночной стороной к нам и мы приступаем к выполнению донышко само донышко мы будем выполнять изнаночной гладью и сейчас в этом изнаночном ряду я свяжу подготовительный ряд лицевых петель кромочную снимаем и дальше все петли провязываем лицевыми так до конца ряда мы заканчиваем ряд лицевых петель я напомню мы в изнаночном ряду все петли провязываем лицевыми кромочной изнаночной сейчас работу переворачиваем и приступим к первому ряду нашего донышко в каждом лицевом ряду при выполнении донышко мы будем с вами выполнять равномерное убавление сейчас мы кромочную снимаем и дальше провязываем 3 изнаночные петли следующие две петли мы провязываем вместе изнаночной петли первое убавление сделали дальше снова 3 изнаночные следующие 2 вместе изнаночной петли снова 3 изнаночные и 2 вместе изнаночной петли 3 изнаночные следующие 2 вместе изнаночной и так провязываем до конца ряда мы заканчиваем первый ряд донышко и последнее убавление 2 вместе изнаночной и и кромочная работу переворачиваем кромочную снимаем далее провязываем все петли лицевыми до конца ряда довязываем в изнаночном ряду все петли лицевыми кромочная изнаночная работу переворачиваем кромочную снимаем в этом ряду вязать будем так 2 изнаночные петли 2 следующие вместе изнаночной снова 2 изнаночные 2 вместе изнаночной 2 изнаночные следующие 3 вместе 2 и так до конца ряда заканчиваем ряд 2 изнаночные я провязала и последнее убавление 2 вместе изнаночной кромочную работу переворачиваем и снова кромочную снимаем и в лицевом ряду у нас все петли лицевые до конца ряда мы довязываем изнаночный ряд кромочная изнаночной работу переворачиваем и в этом ряду лицевом вяжем так кромочную снимаем далее 1 изнаночную следующие 2 вместе изнаночной петлей изнаночная 2 вместе изнаночной и так до конца ряда заканчиваем ряд выполняем последнее убавление 2 вместе и кромочной изнаночной переворачиваем работу кромочную снимаем и все остальные петли как ранее мы провязываем лицевыми до конца ряда заканчиваем изнаночный ряд работу переворачиваем и в этом лицевом ряду мы с вами сократим количество петель в два раза сейчас кромочную снимаем далее будем вязать по 2 петли вместе первые 3 вместе следующие 2 следующие и так до конца ряда довязываем последние 2 вместе изнаночной петлей кромочная изнаночной работу переворачиваем и мы с вами заканчиваем выполнение донышко и в этом изнаночном ряду также сократим количество петель в два раза кромочную снимаем вяжем первые 2 вместе лицевой следующие 2 вместе лицевой следующие последние 2 вместе лицевой петли кромочную выполняем изнаночной донышко мы закончили сейчас необходимо отрезать ниточку и одеть нить в иглу и приступить к сборке не перевернула полотно на лицевую сторону одела ниточку в иглу и сейчас все петли которые у нас есть на спице мы аккуратненько переносим на иголочку и теперь рабочую ниточку мы втягиваем снятые петли так выглядит макушечка сейчас повторно я пройду по всем петлям и хорошенечко подтягиваем теперь нам осталось только выполнить шов нашей шапочки выводим рабочую ниточку на лицевую сторону и будем сшивать по кромочным петлям вот кромочная с одной стороны полотна с другой делаем стежочек с одной стороны и с другой подтягиваем с одной из другой и так прошиваем по всей высоте шапочки мы закончили выполнение шва вот так он выглядит по лицевой стороне и так выглядит донышко по изнаночной стороне шовчик смотрится точно также то есть можно носить шапочку и на эту сторону при этом донышко будет выполнена лицевой гладью будет выглядеть вот так наша шапочка рассчитана на отворот но по желанию ее можно носить и мягкость не спадающий без отворотика сейчас мы сделаем замеры от наборного края до макушечки высоту мы провязали всего 16 сантиметров и по ширине шапочка 21 но тянется до 23 то есть на объем головы 42 46 сантиметров сегодня мы с вами научились вязать несложную шапочку которую можно носить как с отворотом так и без данный головной убор подойдет на объем головы 42 46 сантиметров я желаю вам творческих успехов отдая теперь с ним которую и надпись и